Продолжается контрнаступление вооруженных сил Украины, в том числе на юге украинском. Оно развивается постепенно, оно развивается, тем не менее, уверенно. И тут стоит добавить, что по сообщениям военных экспертов, аналитиков, также на берегу, возле Херсона, российская армия сейчас достаточно. Говорят о десятках тысячах на самом деле. Можем ли мы говорить, что эти десятки тысяч будут в традиционной сводке Генерального штаба вооруженных сил Украины? Тут либо стоит говорить об очередном джесте доброй воли, когда российские военнослужащие покинут. Есть ли сейчас возможность у российских военных покинуть ту территорию возле Херсона, в Херсоне, где они сейчас ныне пребывают, исходя из поступательных действий вооруженных сил Украины? Давайте Роман Григорьевич только так говорит, что то, что можно, вот так скажу, то, что не будет перечить Генерального штаба вооруженных сил Украины и давать каких-то идей для российской армии? Правобережная группировка, которая сейчас находится в районе Херсона и вытянута полосой 50 километров на длину 200-250 километров, находится под перекрестным огнем украинской артиллерии, авиации. Сейчас подошли Байрактары, начинают работать так, как любит противовоздушная оборона россиян. И вся эта группировка подлежит уничтожению. Уйти она не сможет по одной простой причине, это политический приказ удерживать правобережье до выполнения каких-то задач, скорее всего, связанных с каким-то обменом, либо переговорами. Но это чисто политический момент, он к военному отношению никакого не имеет, потому что правобережная группировка, там действительно больше 20 тысяч человек, это практически смертники, и их перепахают в течение нескольких недель, перепахает наша авиация с украинским черноземом и артиллерией. Скажем так, верим в ваши слова, в том числе о том, что будет происходить в дальнейшем. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, ну это к слову, знаете, о том, что происходят определенные действия на нескольких сразу направлениях, и стоит, возможно, ожидать того, что очередные жесты доброй воли можно будет увидеть. На самом деле, вот, Роман Григорьевич, мы так часто говорим о жестах доброй воли, наверное, в некотором смысле посмеиваясь после решения российских войск покинуть остров Змеиный. Ну а стоит ли говорить о реальности подобного жеста доброй воли? Вот вы говорили о политике только что, ведь подобные жесты, условный уход, жест доброй воли в Херсонской области, жест доброй воли в части Харьковской области, я не говорю даже про Луганскую и Донецкую области, там же продолжает, по словам Путина, российская армия защищать якобы жителей Донбасса. Насколько просто вероятность такая высока? Ведь жест доброй воли в условном Херсоне, это значит, ну, такие, знаете, события, просто точка невозвращения, невозврата, как говорится, в политическом смысле для Кремля. Это будет большой удар для Кремля, потеря правобережья, если она не будет подана как какая-то победа, опять же, в режиме, допустим, обмена. Если Херсон обменять на Крым, на Донбасс в политическом плане, так как на это украинское руководство не пойдет, то россияне практически обречены. Жеста доброй воли, вряд ли они покажутся со своей стороны выход, как это жесть доброй воли. В третий раз это уже не сработает, первый раз как-то это было под Киевом, второй раз действительно остров Змеиный, но третий раз это уже будет непонятно и будет воспринято как провал, очень мощный провал и политической, и военной кампании. Потому я все-таки думаю, что россияне будут держаться до последнего русского на правом берегу Украины в районе Херсона, и все-таки попадание их сейчас в этот огневой мешок, в котором они сейчас находятся, приведет к полному разгрому этой 20-ти тысячной группировки российских войск. Подавать они будут своей публике российской, скорее всего, как участие стран НАТО или участие натовского вооружения, которое действительно сейчас подошло. То есть они как-то выкрутятся, но только уже другим методом. Ну а сама группировка, конечно, будет уничтожена, так как и задача украинского руководства стоит в том, чтобы не выпустить эту группировку на левый берег, ни в коем случае, так как она усилит и Мелитопольское направление, и Донецкое направление. Поэтому в ближайшие, я думаю, несколько недель мы будем присутствовать при этом действии. Субтитры создавал DimaTorzok